И в продолжении темы строительства. Поликлиника Республиканской клинической больницы имени Куватова будет готова к 2023 году. В смену в новом корпусе смогут принимать полторы тысячи пациентов. Премьер-министр Андрей Назаров, инспектируя стройку, отметил низкие темпы работ на объекте и поручил под речку ускориться, чтобы не допускать срывов намеченного графика. В Республиканском кардиоцентре премьер-министр проверил также строительство хирургического корпуса, рассчитанного на 135 коек. В девятиэтажном здании будут приемный покой, отделение лучевой диагностики, ультразвуковых исследований, эндоскопический кабинет, операционные лаборатории. Здание готово на 80%. Сдача его запланирована на осень 2022 года. А вот в Центре детской онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы ведутся работы по выносу кабельной линии подготовка к демонтажу. Центр будет включать в себя отделение онкологии, гематологии, амбулаторно-диагностической трансплантации костного мозга и интенсивной терапии. Дневной стационар, лабораторию иммунологического типирования доноров, отдел радиологических исследований и операционная. Фонд Центра составит 92 койки. Детская больница, гематология, онкология – это очень ожидаемый объект для нашей Республики. Необходимый участок, который под этот объект является сложным. Много сетей, которые сейчас выносятся. Это чуть-чуть осложнило начало строительства. Чуть-чуть на старте происходит задержка. Но при этом каких-то больших опасений по срокам строительства и сдачи этого объекта нет. Планируется, что в 2023 году к Дню Республики попросили строителей к Дню Республики его завершить. Премьер-министр также подчеркнул, что темпы строительства в Башкортостане достаточно высокие. Республика ежегодно лидирует по количеству вводимых объектов. Тем не менее, необходимо все же ускориться, чтобы не отставать от графика в конце года.